Девушки отдыхают Это наш урок в четвертом классе. Тема нашего урока «Дети в роще». Ребята, откройте свои учебники, приготовьте свои тетради и ручки. Сегодня мы будем работать над этой темой. Девушки отдыхают Мы работаем с особенностями этих слов, которые отвечают на вопрос, как будем читать текст, работать по тексту и научимся выделять хорошие поступки и плохие поступки, которые мы совершаем каждый день. Итак, ребята, вы знаете, что в русском языке и в кыргызском языке есть слова, которые отвечают на вопросы «кто?», «что?». Но есть небольшое различие. В русском языке на вопрос «кто?» отвечают все живые существа, то есть животные и человек. А в кыргызском языке на вопрос «кто?» отвечает только человек. А на вопрос «кто?» отвечают все неодушевленные предметы. Давайте вспомним, какие же окончания имеют существительные мужского, женского и среднего рода. Для этого мы обратим внимание на таблицу. Итак, в русском языке, ребята, слова мужского рода имеют нулевое окончание. Нулевое окончание – это не означает, что нет окончания. Это окончание есть. Оно. Эти окончания мы ставим, когда мы задаем к ним вопросы. Слова женского рода имеют окончание «а-я», а слова среднего рода имеют окончание «о-е». Но сами по себе они существовать не могут. Они постоянно согласовываются с различными словами и употребляются с разными словами. Со словами, которые обозначают признак предмета, со словами, которые обозначают действие предмета или образ действия. Мы с этой темой уже давно знакомы. Слова мужского рода согласовываются со словами, которые отвечают на вопрос «какой?». Например, «зайчик какой?» – быстрый. А слова женского рода согласовываются со словами на вопрос «какая?». Например, «песенка какая?» – веселая. А слова среднего рода согласуются со словами на вопрос «какое?». Например, «село какое?» – близкое. Вы можете здесь задать вопрос, почему изменяются окончания слов, которые отвечают на вопрос «какой?». Для этого мы должны обратить внимание на главное слово. А главное слово – это то слово, которое отвечает на вопрос «кто?» или «что?». Вот в зависимости от него изменяется окончание слов на вопрос «какой?». Слова, которые отвечают на вопрос «какой?», «какая?», «какое?», они обозначают признак предмета и имеют свои окончания в зависимости от рода. Но мы сегодня на уроке, ребята, почему повторяем эти слова? Потому что мы сегодня научимся образовывать от этих слов слова на вопрос «как?». Итак, обратим внимание на таблицу. Слово «обидный» отвечает на вопрос «какой?». Оно может изменяться по родам «обидное» женского рода, «обидное» среднего рода и во множественном числе может иметь окончание «обидные». Но от этого слова, ребята, мы можем образовать слово на вопрос «как?». Как «обидно?». Стыдный тоже может изменяться по родам в зависимости от существительного, с которым он согласуется. Стыдный мужского рода, стыдная женского рода, стыдное среднего рода и стыдные во множественном числе, стоит слово. Это все зависит от имени существительного, с которым оно будет согласовываться. От слова «стыдный» мы образуем слово на вопрос «как?». Как «стыдно?». Вы можете задать вопрос мне, является ли «о» в этих словах «стыдно» и «обидно» окончанием? Я вам отвечу, ребята. Здесь в словах «стыдно» и «обидно», то есть в словах, которые отвечают на вопрос «как?», «о» – это не окончание, это суффикс. Эти слова не изменяются ни по родам, ни по числам, ни по вопросам. Такие слова в русском языке называются наречиями. Ну, с этой темой, ребята, вы подробнее познакомитесь в восьмом классе. Но вы должны знать, что у них нет окончания. Они используются для того, чтобы показать образ действия. Давайте попробуем теперь вместе образовать слова на вопрос «какой?». «Какой быстрый?», «как быстро?», «какой веселый?», «как весело?». Значит, теперь для того, чтобы закрепить наши знания, давайте попробуем выполнить упражнение. Упражнение 2. Пропускать уроки в школе стыдно. Весной птицы весело поют в лесу. Когда говорят неправду, мне обидно. Я живу недалеко от школы, и поэтому рано прихожу на первый урок. Итак, мы вставили вместо точек слова на вопрос «как?», но вы не должны забывать, что они неизменяемые слова. Сегодня, ребята, на уроке мы прочитаем текст, который есть у вас в учебнике. Этот текст называется «Дети в роще». Итак, ребята, на каждом уроке учитель вам говорит, что вы должны уметь выразительно и грамотно читать каждое слово, потому что русский язык – очень богатый язык, и мы должны им овладеть, любить и изучать этот великий язык. Ведь Чингус Турекула Чатьматов, наш великий кыргызский писатель, писал «Кыргызский и русский язык для меня как две руки – правая и левая, и я не могу обойтись без какой-либо из них». Итак, ребята, я буду читать внимательно, а вы будете за мной следить. Брат и сестра шли в школу. Было очень жарко. Около школы была зеленая роща. «Пойдем в рощу», – сказал брат сестре. Дети бросили книги в траву и побежали в рощу. Там пели птицы, прыгали по веткам белки, бегали в траве жучки. «Поиграй с нами», – сказали дети жучку. «У меня нет времени», – ответил жук. «Мне нужно искать себе обед». «Поиграй с нами», – сказали дети желтой пчелки. «Некогда мне играть с вами», – отвечала пчелка. «Мне нужно собирать мед». «А ты поиграешь с нами?» – спросили дети у муравья. Но муравью некогда было их слушать. Он тащил соломку, чтобы строить себе дом. Дети попросили белку поиграть с ними. Но белка ответила, что она собирает орехи на зиму. Голубь сказал, – «Я строю гнездо для своих маленьких деток». Серенький зайчик бежал к реке умываться. Мальчик увидел на зеленой ветке птичку. Она сидела и пела песенку. «Ты ничего не делаешь? Поиграй с нами!» – закричал птичке мальчик. «Как!» – обиделась птичка. «Я везде летала, кормила своих деток. Я так устала, что не могу поднять крылья. А вы что сделали сегодня? В школу не пошли, уроки не выучили. Лентяи вы, лентяи! Бегаете по роще, да еще мешаете другим дело делать!» «Детям стало стыдно, и они побежали в школу». Ребята, в этом тексте вы, наверное, встретили слова, которые отвечают на вопрос «Как?». Ну, вы найдете эти слова и напишите у себя в тетрадках. Ребята, мы должны делать хорошие дела. Какие вы думаете, ваши поступки и действия считаются хорошими? Я думаю, вы назовете следующие. Это переходить улицу на зеленый свет светофора, уважать старших, помогать младшим, сажать деревья, поливать растения и так далее. И, а какие поступки плохие, которые совершаем иногда, но не должны этого делать, это такие поступки или действия, такие, как перебегать улицу на красный свет светофора, ломать деревья, грубить взрослым, пропускать уроки, опаздывать в школу. Ну, вот такие плохие поступки мы или действия вы иногда делаете. Но это, после этого урока, я думаю, что таких поступков вы не будете делать. Итак, обратите внимание, ребята, на слайд. Здесь есть слова «хорошо» и «плохо». Слово «хорошо», я вам сказала, это неизменяемое слово, оно образовалось от слова «хороший». А слово «плохо» тоже неизменяемое слово, оно отвечает на вопрос «как?». Она образовалась от слова «плохой». Итак, ребята, я вам прочитаю словосочетание «гулять в роще», «наблюдать за природой», «гулять вместе с братиком», «пропускать уроки», «бросать книги в траву». Давайте распределим эти словосочетания в два столбика. Итак, я думаю, что вы вместе со мной правильно распределили эти словосочетания по столбикам. Я думаю, ребята, что под словом «хорошо» вы написали следующее словосочетание. «Гулять в роще, но не в учебное время», «наблюдать за природой», «гулять вместе с братиком». А под словом «плохо» вы написали два словосочетания. Это «пропускать уроки» и «бросать книги в траву». Ну, я надеюсь, что под словом «плохо» будет меньше словосочетаний, а под словом «хорошо» будет больше, потому что вы будете стараться делать только хорошие поступки. Потому что в русском языке, как и в хрылском языке, есть много пословиц, которые призывают нас делать хорошие дела. Но я хочу назвать одну хорошую русскую пословицу. «Твори добро, и тебе будет добро», потому что добро всегда возвращается. Итак, ребята, мы сегодня на уроке познакомились со словами на вопрос «какое», «какое», образовали от них слова на вопрос «как», поработали с текстом и научились делать хорошие поступки. И я думаю, ребята, что вы сегодня научились образовывать слова на вопрос «как», узнали, что эти слова не изменяются ни по родам, ни по числам, ни по падежам, и научились различать хорошие и плохие поступки. Итак, домашнее задание вам будет написать рассказ о том, что вы любите делать в свободное время, чем вы любите заниматься. Потому что на следующем уроке мы будем работать над этой темой. Добрый путь!